Итак, начинаем. Пожалуйста, напомним, телефоны вам прямого эфира, кто забыл, 672-12-939 и 672-13-939, и есть также WhatsApp 230-6191. Напомним еще раз, у нас в гостях сегодня президент Торгово-Промышленной Палаты Айгер Сростовский. Ну и сначала хотелось бы поговорить о территориальной реформе, которая в ближайшее время будет исполнена, по крайней мере, так утверждает министр регионального развития. И вот я напомню слушателям, число самоуправления планируется сократить с нынешних 119 до 35. Вот ваше общество, как мы понимаем, которое является крупнейшей неправительственной организацией, куда входит достаточно большое число предпринимателей, оно поддерживает эту реформу, да? Ну, может быть, немножко, пару слов об истории, поскольку мы перекрываем все территории Латвии, то у нас очень активные предприниматели и наши члены в регионах, конечно, этот вопрос им очень важен. И мы буквально в прошлые 2-3 месяца мы организовали 5 таких больших дискуссий об этом, там Бауско, Якопил, Свалмир, еще какой-то город, и, конечно, было Вилгави, да? И мы изучали там, мы спрашивали и нашим предпринимателям, и самоуправлением. Но в целом я скажу так, конечно, то, что надо, в принципе, реформировать, это ясно, мы поддерживаем. Но у нас немножко подход другой, потому что нам кажется, что не столь важно, сколько этих самоуправлений, а другая совсем мотивация. Потому что на данный момент получается как? Основной доход от самоуправления – это налог с жителей. И, в принципе, доходные налоги. И самоуправления сейчас, им интересно, чтобы были там, грубо говоря, богатые жители, чтобы они декларировали, и чтобы они их взяли. Но по большому счету такой мотивации удерживать бизнес и привлекать бизнес с самоуправлением нет. И то, что мы видим, что из этих 119 самоуправлений только некоторые могут работать с плюсом. Самые там около 100 самоуправлений, они, ну, работают с минусом, и есть такой этот фонд уравнивания, и потом все приходят туда, да, скажем, вот нам-то и… Просить денег. Да, просить деньги. И опять тем, которые, скажем так, зарабатывают, да, они их опять забирают. И вот эта система мотивации устроена по нашему смыслу неправильно. И как мы, у нас есть, вот мы в Елгаве, когда была эта последняя дискуссия, мы вышли с предложением, и там основных это 5 пунктов. Потому что цель, цель, вот многие говорят, какая цель вообще, да. Да, какая цель. А цель, а цель очень простая, да. Надо сделать нам… В Латвии нужны максимально больше рабочих мест, где люди могли получать, ну, большие зарплаты. Это единственный вариант, как нам удержать наших людей, как поднимать рождаемость, как развивать экономику. И тогда появляется вопрос, а кто эти рабочие места может создавать? И ответ такой – только предприниматели. Нет, нет другого варианта. Если мы опять посмотрим реальность, то на данный момент в Латвии порядка 5 тысяч предприятий оплачивает 90% всей налоговой массы. Это порядка там из 9 миллиардов, там порядка 8. И мы видим там в медиах дискуссии, там учителям не хватает денег, там медикам. Мы говорим, нам надо сделать все, чтобы таких предприятий, как эти 5 тысяч, было двое больше, трое больше. Это единственный вариант. И тогда вот в этой большой картине роль самоприятия какова? И мы видим это изменение. Значит, основные доходы от самоприятия должна быть не от жителей, которые там декларированы. А от УИН – это от бизнес-налог. И второй – это часть налога, когда человек работает там. И тогда в тот момент эта мотивация будет совсем другая в своем управлении. Они будут заинтересованы удержать предприятия и привлекать новые. И больше всего они будут мотивированы удерживать и привлекать особенно такие предприятия, которые продуктивные, которые работают на экспорт. И не столь важно, сколько там работников. Ну, чтобы этот… А вы думаете, сейчас этот интерес у самоправления отсутствует? Конечно, конечно. А потому что очень просто. Поймите, вот представим, какой… И мы видим это в реальности, да. Представьте, вот очень хороший пример – это дискуссия, вот эти, которые сейчас… Энергия ветра, да. Вот там дискуссия там до была где. А зачем им нужно? Потому что как? Получается, на данный момент вот такой какой-то… Или вот эта ветровая энергия, где там работник может быть один-два. Там вообще работников нету, да. И может быть и другие. И тогда жители говорят, а зачем? Ну, мы живем, и там нам будут сейчас стоять какие-то эти вертушки, да. А какой нам есть толк? От налогового толка никакого. Только они там крутятся, да. Никакого вообще. И только, ну, как же мы… Картина стала хуже. И представьте, ну, там, скажем, компании какой-то привлечь, там, IT-компании, которые там будут в сервере стоять. Там, может быть, работник из Риги там кнопку нажимает. А там поставит какой-то, ну, не знаю, объект. А жителям это неинтересно. И тогда этот сам управ идет к жителям. Жителям нам это не нужно. А да, математика такая, что эффект ноль, доходов никаких нету. Ну, а только вот, как бы так, испортили вот этот вид, да. А надо по-другому. И плюс, почему сам управление сейчас, они развиваются по идее основные, те, которые, ну, особенно в регионах, да, только из еврофондов. Только из еврофондов. То, что там построили, да, это, в принципе, из еврофондов, да. А мы и говорим другое. Если бы эти доходы, сам управление, ну, это мотивация была удерживать бизнес, привлекать бизнес, тогда, ну, чем больше бизнеса, тем больше налогов, тем больше денег. И тогда уже за эти деньги можно там строить дворец культуры, там, все такое. И такая система, она, ну, долгосрочная. Долгосрочная, да. Вы говорите о привлекательной предпринимательской среде в регионах в том числе, но и говорите о том, что только некоторые самоуправления могут позволить тебе работать с плюсом, да? Это на данный момент, это на данный момент, потому что, поймите, как работает с плюсом, потому что, как, ну, объективно люди живут в Риге, и, ну, рядом с Ригой, потому что многие едут в Ригу работать. И если тогда, вот, как сейчас происходит, этот налог считается с жителей... Да, подоходный налог. То они эти темы не понимают. А, скажем, там какой-то там регион, даже там Ваумеры и тому подобное, там такого нет, потому что там, получается, как, человек декларирован с другом самоуправлением, он едет, скажем, работать там в Ваумеру, да, а Ваумера из этого ничего не получает. Только он там на машине приехал и использует инфраструктуру. Инфраструктуру и пользуется на месте. Да, и Ваумер из этого, это как пример, да. Надо быть по-другому совсем, потому что система неправильно поставлена, да. Ну, вы нашли понимание, у правительства оно же обязуется до мая 2020 года разработать новую систему налоговую положение налоговой политики? Ну, как бы тут... Перенести вот эту нагрузку, да. Мы сейчас сегодня пока говорим о самоуправлении, потому что, ну, это, конечно, связано. И, конечно, когда мы уже и в прошлой, как это была, налоговая политика, которая, ну, прошлое правительство разрабатывало, почему нам это в конце концов не понравилось, потому что у нас этот пункт был внесен, ну, от него не пошли. И, конечно, если будет открывать и налоговую политику, да, то мы этот пункт опять будем, ну, ставить как предложение. Потому что мое, ну, палец и убеждение, что самое главное в жизни – это правильно поставить мотивации. Если мы сможем эти мотивации правильно поставить для самоуправления, все будет в порядке. Тогда будет бизнес, будут рабочие места, и житель не будет уезжать. Если мотивация не будет правильная, ничего не поменяется. Потому что нет большой разницы, там, 119, 35, 50, ну, это какая-то цифра, ну, там, взята откуда-то. Нет, мы за то, что реформирование нужно, ну, нам это число квадратиков не самое главное. Ну, то есть должно быть эффективно. Да, мотивация, мотивация. Потому что, понимаешь, это образ мышления у наших правителей таково, что вот они смотрят, вот есть какой-то там бюджет, как его переделить? Как там вот 119 квадратиков там поменять на там 50, 35? А мы смотрим, а как увеличить экономику, чтобы было не 9 миллиардов бюджет, 18 миллиардов, 27 миллиардов, 50 миллиардов. И это можно сделать, но тогда надо привлекать бизнес. И надо всем тем, и самоуправлением, и правительству надо дать мотивационную систему, чтобы они этот бизнес удерживали и привлекали. Ну, вы говорили также, когда упоминали городскую агломерацию, вы еще указывали на систему общественного транспорта, да, существующую. То есть, ну, например, что многие работают в Рике, как вы уже сказали, да, а живут за ее пределами. Вы планируете присмотреть даже эту систему? Ну, значит, если так, в общем, да, как я говорил, цель, это, цель реформы должна быть больше оплачиваемых и лучше оплачиваемых рабочих мест, потому что, ну, это цель. И тогда там 5 пунктов. Это система мотивации, о которой мы говорили. Второй пункт, это, ну, скажем так, самоуправления должны быть в такой, в таком капацитете, что они способны разговаривать с инвестором, понимать его и тому подобное. То, что мы, конечно, видели и в наших дискуссиях, то многие руководители сопротивления, они вообще, ну, не понимают, о чем речь, да. Ну, они привыкли, что им кто-то там деньги даст, они просто там, не знаю, там сидят, что-то там, не знаю, там занимаются чем-то, да. Нужны такие руководители, чтобы они могли, знаю, там, позвонить в Лондон, там, не знаю, куда. То есть, вы говорите даже сейчас не о местных инвесторах, а о иностранных. Конечно, конечно, они должны, ну, они должны привлекать, позвонить там, я говорю, в Лондон, Нью-Йорк, вот у нас-то такое, это самое предложение, приезжайте там, ставьте свой завод, они должны быть в таком уровне. И если такого уровня нету, тогда есть смысл объединяться, потому что должна быть это, ну, капацитет такой, что можно работать на таком уровне. Это второй пункт. Третий пункт, это то, что мы еще видим, что эффективность использования налоговых денег тоже, ну, желает лучшего, мягко говоря, да, там, мы видим, за какие там цены что-то там строится, что-то там делается, да. Если мы сравниваем частный сектор и этот публичный, ну, там, ну, лучше не высказываться, да. И тогда опять это вопрос, как эффективно используются деньги. И четвертый, это пункт, если мы посмотрим сеть разных государственных учреждений, да, что там тоже непонятно, они, и мы говорим, что надо их как-то размещать, ну, в какой-то системе. Если есть, ну, скажем, сеть, она должна быть, ну, ну, не раздроблена, а как-то вот, ну, вот сильное самоприятие, там и должны быть основные какие-то вот, ну, государственные услуги, да. И пятый пункт, особенная роль, мы видим и агломерация именно нашей гостолицы, Риги, потому что, ну, это есть очень большая возможность, но эта возможность не используется, да. И надо, потому что, ну, Рига должна быть как локомотивом экономики Латвии. Ну, к сожалению, мы видим, что вот хозяйство, Рига очень плохая, да, мы видим, что там происходит, там, Рига с Сатекс, мы там, это самое, как этот, ну, ну, грубо говоря, там я тоже не хочу высказываться. Да, мы знаем, потому что многие предприниматели недовольны тут бюрократией, именно рижской бюрократией, да, потому что там, чтобы что-то строить, чтобы что-то открыть, кафе, там такая бюрократия, это просто ужас, да. Ну, когда вы говорите о том, что рижский потенциал еще не использован полностью и должны его использовать другие региональные центры, как это должно происходить? Ну, понимаете... Просто уже, если мы говорим про дотации, то Рижская дума ежегодно... Ну, да, ну, понимаете, Рижская дума ежегодно, потому что люди, тут многие живут, это естественно, даже при том, что Рига управляется очень плохо, да, просто это, это, это просто, ну, ну, в мире так происходит, что люди живут в столицах, где им больше экономик, это просто натуральный, ну, просто, ну, скажем так, я отвечу другим образом. Если бы сейчас Рига, она в нашем регионе третий город по объему, да, это, допустим, Стокгольм и Осло, если бы я был мером, я первое, чтобы поставил на, ну, такую цель, стать самым большим городом, самой большой тут агломерацией, потому что это роль всех таких больших столиц, это быть как локмотивом экономики. И чем, чем эта столица, ну, чем она мощнее работает, да, тем просто она, ну, привлекает и остальную экономику, ну, подтягивает себе, да. Просто подтягивает, да. И второе, там, конечно, надо решать, там, и мы видим такие, ну, глупости, скажем так, там, есть Рига, там, скажем, есть Марупа и другое, там идет транспорт, там у него все заканчивается, да, просто мы должны пересмотреть, именно смотреть на Ригу, не как на город, но как агломерацию, потому что в мире вот работает как бы система агломерации, это есть город и все, что при нем, это надо смотреть и транспортную систему, что можно было, там, не знаю, на автобусе приехать, там, поехать из Риги, там, в конец Марупы, надо просто соединять, чтобы это было все удобно. А почему вы делаете ставки, допустим, в этом случае на столицу, потому что есть опыт других стран, если мы посмотрим Германию, да, где люди не пытаются и не стремятся только в Берлин, а там очень развитые Кёльны, и Франкфурт, и Мюнхен, да, то есть, каждый центр, начиная от востока. Ну да, ну, это размер, в Германии 80 миллионов жителей плюс-минус, в Латвии, там, там Кёльн является таким, как центром какого-то округа, и он делает этот, ну, он этот локомотив, и там остальное при нем. Так вот, я про это говорю сейчас, тоже есть региональные, по размеру, по размеру, я еще раз говорю, значит, это один плюс один, Рига должна быть как локомотивом подтягиваний, и плюс мотивационная система для всех, и региональных, вот, чтобы привлекать, чтобы Ваумера привлекала, была мотивация, Цессис, там, Ялгова, все-все, просто роль, роль локомотива, роль, ну, агломерации очень большая в экономике, это естественный, просто это естественный процесс, потому что люди прилетают в аэропорт, там что-то происходит, ну, это просто естественный процесс, это всегда в этих больших городах, ну, больше рабочих мест, там университеты, там все собираются, чем это больше использовать, тем это потом дает эффекты на, ну, на регионы. Ну, хорошо, вы говорите о привлечении иностранных, да, предпринимателей, но наши местные уходят на эстонский рынок, на литовский рынок. Нет, в том-то и дело, это, я говорю, удержать и привлекать, удержать и привлекать, потому что, действительно, многие уходят, ну, может, не многие, но уходят, потому что что-то не хватает, ну, нет этого чувства, что вот о них там заботятся, да, ну, вот этого нету, да. У нас в гостях, мы разговаривали, да, также с главой ассоциации ресторанов, общества ресторанов. Ян Сензис, да. Да, 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 и он говорил о том, что если вот в Латвии, по-честному, все рестораны будут платить все налоги, то через год мы обанкротимся, то есть эта отрасль обанкротится. Ну, в том-то и дело, понимаете, что получается, ну, я там, опять, если посмотрим, да, у нас, может быть, в Риге не самая плохая ситуация с рестораном, но если посмотреть, вот, опять-таки, города, может быть, побольше, побогаче, где, ну, людей... Просто дело в том, что у людей не столь много денег у нас, и не столь много людей идут в рестораны, не столь много могут платить, да, и тогда рестораны тоже не могут, ну, зарабатывать. Опять-таки, если у нас в Риге, в Латвии будут больше компаний, которые очень продуктивны, экспортспособны, они будут платить большие зарплаты, тогда эти работники могут идти в ресторан, там платить большие, как бы, деньги за это обслуживание, там идти в парикмахерскую, и эти деньги будут садиться и там. Понимаете, ну, вот, это есть, ну, такая, ну, цепь, как деньги, и... У нас, вот, эта мысль правительственная, вот, что, вот, эти прошлые 30 лет, вот, как разделить, как у кого-то что-то отобрать, да, вот, поставить больше налога, да, ну, забрать то, что есть, взять лимон и его выжать. А мы говорим, а подумайте, сделаем экономику больше, может быть, налоговые ставки ниже, а предприятий два раза, три раза больше. Подумаем в таким направлении, вот, вот, так мысли, потому что в бизнесе я мыслю так, как объем увеличить, не от кого-то выжимать. Давайте мы примем звонок, пожалуйста, надевайте наушники, Айго Ростовский, Суна Студия, президент Торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. А человек, который у вас в студии, он с какой планеты в Латвию приехал? Ну, задавайте вопрос, давайте обойдемся без этих реплик, Юр Мичевский. Если большие компании будут платить большие зарплаты, заплатите сначала налоги, а потом обвиняйте Ригу в том, что тут нет денег. Налоги для того, чтобы в общем случае человеку заплатить расходы фирмы в 1,8 раза больше, чем зарплата человека на руки. Чтобы заплатить тысячу, фирма должна потратить тысячу восемьсот. О чем тут говорить вообще? Снижайте давайте налоги, тогда будем петь песни про счастливое будущее. Да, ну наш гость как раз предприниматель, так что он в курсе, да, какие налоги платит. Я же так ответил, что лучше снижаем налоговые ставки, и чтобы предприятий было больше. Я же так сказал, а я и с этой планеты, да. В общем, мы с самого начала об этом говорили. Я просто, ну, я не знаю, я не знаю там, кто звонитель, но я езжу по миру, я был в 80 странах, я в разных университетах был. Ну, я и с этой планеты, да. Просто мне не с чем сравнить. Я видел многое, что. Вы говорите о том, что вот если мы будем привлекать в том числе иностранных инвесторов, да, они будут приходить платить высокие зарплаты местным сотрудникам. Но мне кажется, что одна из тех привлекательных сторон, почему люди сюда приходят, открывая свой бизнес, это потому что в Латвии, допустим, одна из самых низких в Европе часовых ставок, да, вот недавно были. То есть это дешевая рабочая сила. Ну, это такая система экономики, это прошлое. Но это мышление еще присутствует. Конечно, конечно, ну, в том-то и дело, я еще раз повторяю, должна быть цель удерживать и привлекать бизнес, ну, особенно бизнес, который очень продуктивный, который зарабатывает много, и если он зарабатывает много, то он может платить больше зарплаты. А какой это бизнес? Ну, это, ну, скажем так, то, что мы видим, какие бизнесы, ну, работают, это все, что связано там с сайты, да, это хорошо, это растет. Там, скажем, медицина, формации, там какие-то другие технологии, то же образование, ну, то, что мы тоже видим, многие наши производители, которые производят какие-то, скажем, там запчасти для разных, там, тоже, ну, скажем, таких глобальных компаний. Мировых брендов каких-то, да. Смысл в том, что если вы произвели и тоже вот направление развивать и свой брендинг, потому что, ну, одно дело сделать, скажем, там стул или стол, да, или мебель, да, а второе дело, если у него бренд хороший, он продается, там, 3-5 раз больше. Ну, с высокой добавленной стоимостью. Да, и в этой высокой добавленной стоимости сидит и, ну, часть зарплаты сотрудника. И это есть, вот это то направление, которое надо мыслить. Как вы смотрите на отрасль военной индустрии, о которой недавно говорил Раймонд Бергманис, раз сказав, что мы тут должны как раз и имеем все шансы реально получить такую отрасль? Ну, конечно, нам просто эту ситуацию надо использовать, но, ну, чтобы там, я все-таки так, мыслитель такой, что надо лучше работать, когда есть мир и покой, да. Пацифист, да, по своим убеждениям. Ну, дело в том, что, скажем так, если идет хорошо торговля и понимается уровень жизни детей, то люди не думают там о войне, да, и они просто зарабатывают, они там образование детям, все такое, да. Ну, конечно, ну, мы в такой ситуации, как мы есть, и мы должны использовать это на данный момент и военной индустрии, если уж такая ситуация на данный момент. Примем звонки, у нас по двум линиям сразу, пожалуйста, здравствуйте, слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Я хотел комментировать в ответ предыдущему звонившему. Комментируйте, пожалуйста. Господин Ростовский, это действительно человек с этой планеты, и то, что он делает, это его идеи, это действительно светлые, прогрессивные и на благо развития страны. Ну, спасибо, да. Это мое мнение, да. Да, ну, мы как бы тоже в этом не сомневаемся, неоднократно приглашали господина Ростовскиса. Пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Да, доброе утро. У меня такой вопрос. Не кажется ли господину Домбровскому... Ростовск. Значит, у меня такое впечатление сейчас создается, что направлена экономика Латвии на, ну, грубо как раньше называлось, вывоз капитала, вывоз ресурсов. То есть, здесь мы очень говорим об инвестировании и так далее, но все отсюда уплывает, и тогда более понятно и местное самоуправление, которым, а зачем мне что-то развивать, все равно уплывет. Не кажется ли ему, что мы попали в такую вот ловушку удачного дня? Да, спасибо. Я думаю, очень хорошие вопросы, наблюдения, и моя цель действительно повернуть это направление, потому что действительно эти последние 30 лет в основном мы видели, да, ну, многие процессы можно смотреть, и Евросоюз, как это... Да, там есть много плюсов, но если мы посмотрим, привлекли эти новые страны, старые страны тут видели и, ну, новые рынки, и рынок рабочей силы, то, что мы сегодня видим, многое рабочая сила ушла в те страны, где можно заработать больше. Потому что, и тут есть, почему я об этом всем говорю, нам надо повернуть это мышление, что мы, ну, не должны больше вот так, ну, плыть, чтобы работать над других, мы должны сами тут создать такую ситуацию, чтобы местные люди тут могли хорошо развиваться, хорошо зарабатывать. Да, и приходили люди извне, чтобы тут экономика поднималась, чтобы тут был такой центр развития, да, а не наши люди должны были ехать куда-то в другое место. Конечно, конечно. Да, вот мы сейчас говорим о каком-то приятном финансовом экономическом климате, и также говорим о снижении налоговых ставок. Я так понимаю, что это больше имеет отношение не столько к административно-территориальной реформе, сколько к Министерству финансов, да, но вспомним, что год назад велась и была реализована налоговая реформа, как раз таки, да. То есть, я настолько понимаю, что вас она не удовлетворила. Не до конца удовлетворила. Ну, мягко говоря, дело в том, что когда мы были инициатором этой дискуссии о налоговой реформе, и если мы так все соберем, мы сначала ее тоже сопутствовали, одобряли, поддержали, а потом мы, когда видели, что там происходит, мы сказали, все, мы больше не поддерживаем. В этой налоговой реформе удалось только один пункт, который нам очень нравится, это необлагаемая, ну, это прибыль, да, и, ну, значит, прибыль облагается только тогда, когда, ну, берется дивиденды. Это есть возможность предприятиям заработать деньги, оставлять в предприятии и развиваться. Наше мысление в палате торгово-промышленной, все на развитии, ну, делаем максимально все вещи, чтобы предприниматели были мотивированы развиваться, чтобы они были мотивированы инвестировать дальше, на будущее. А то, что мы видим в основном политику, ну, государство, сегодня взять, сегодня отобрать, сегодня повысить налог, сегодня взять, а потом еще видим, как эти деньги тратятся, ну, вот это есть, ну, это есть такой выбор, ну, куда же мы пойдем? Да, есть еще звонок, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Да, я еще раз. Не успел задать вопрос. А, простите, да, задавайте. Да, я хотел спросить у Айгора, как он оценивает инвестиционный климат сейчас в Литве, что там завод Continental по производству шин будет открываться в этом году, как один из самых современных. И не считает ли он, ну, какой мы сейчас позиции по отношению к Литве, вот именно привлечения инвестиций иностранных? Спасибо за вопрос. Ну, то, что мы видим по статистике, действительно, мы отстаем и от литовцев, и от эстонцев по привлечению. И, конечно, тут при привлечении инвестиций, тут две составляющие. Один – это вот, что мы можем предложить, ну, там, налоговую политику, там, мало бюрократии, там, тестического вида, там, юридическую, правовую среду. Ну, второе – есть процесс привлекания, но если мы что-то даже хорошее создадим и будем об этом молчать, ну, потенциальные инвесторы тоже это не будут, не будем знать. Но то, что мы видим по цифрам, действительно, литовцы, эстонцы, но литовцы, особенно, они намного проактивны, и то мы видим, то мы видим. – Недавно была утверждена программа правительства, программа стабильности, да, вот, насколько известно, партнеры поддержали. Почему вы поддержали, что вы видите в ней, скажем? – Это «Receams Plans». – Да, до 22-го года. – Ну, тут, во-первых, так, наша позиция такова, что вот эту разработанную, я вам потом оставлю в студии, нашу стратегию. Государство, нам удалось многие пункты, как бы, поставить или вовлечь в эту декларацию правительства, ну, и по самому «Receams Plans», ну, тоже там были переговоры, и, скажем так, многие пункты удалось там согласовать. – Да, ну, опять-таки, надо смотреть, что-то есть на бумаге, ну, что будет в движении. Ну, еще хочу сказать, что у нас отношения с этим правительством, она только выстраивается, да, и пока еще немножко рано говорить, потому что этот весь бюджет, это был, ну, немножко технический, но это было такая, ну, вот, самое сейчас появится… – Ну, то, чтобы наследство осталось. – Да, это наследство, а сейчас вот этот бюджет приняли, вот сейчас будет вот этот момент истины, куда правительство, ну, как нам удастся, куда оно будет двигаться? Вот в то же направлении, куда предыдущие там, ну, как бы так, только обсуждать о том, что, как переделить, а или будет двигаться, ну, действительно, в направлении развивать. – Но по «Receams Plans» вот по этому плану действия не видно, куда будет двигаться? – Ну… – Это же уже не так, чтобы в наследстве, это уже новое правительство принимает. – Ну, я немножко знаю, как там все создавалось, да, но он еще такой тоже, ну, он есть документы. – Ну, ясно, что он, конечно, тоже, ну, да, корнями, но все равно. – Ну, зная, зная там и распорядок дня того же примера, там были многие вопросы, там акценты были ставлены на другое, и вот тоже вот этот план больше там создавали, как бы там чиновники, да, и, ну, кое-что удалось, кое-что не… Потому что сейчас на данный момент мы, у нас есть, ну, договоренность с примером, то, что мы будем делать такой формат торгово-промышленная палата и правительство, где будем именно вот разговаривать только о развитии, только о развитии, да, и такой, это один формат будет с примером, и такой же формат мы собираемся сделать в парламенте с комиссией по народному хозяйству, где цель дискуссии, как развивать экономику, как развивать страну. – Ну, у нас премьер тоже, в общем, имеет предпринимательский опыт, может быть, вы найдете с ним какой-то общий язык? – Нет, ну, мы с ним в том плане у нас очень, мы друг друга понимаем, и это действительно хорошо, что он и предприниматель, и человек из науки, он, ну, он тоже с этой планеты, да, так что в том смысле очень-очень-очень все адекватно, но у нас система устроена немножко по-другому тоже, потому что премьер, он тоже не может там все решения принимать, и там кто-то их там разрабатывает, и вот немножко там есть проблема, ну… – Ну, о том, что будут изменения в налогах, уже он говорит, и довольно громко. – Ну, как, ситуация очень простая, ну, люди требуют там и учителя, и все, ну, повышение там зарплаты, тут есть два выбора, или поднимать, или развивать экономику, да, ну, и тогда будет вопрос, куда бы это все двигаться. – И третье еще, как деньги использовать, потому что та же реформа оригинальная, там же тоже то, что мы видим, ну, если мы сравниваем, сколько там у нас школьников в одной школе, там, в Латвии, сколько там тратится денег, да, и как это эффективно, сколько там в Финляндии, в других странах, это мы тоже хотим, чтобы эти нами заплаченные налоги, чтобы они тратились по-умному, а не так просто. И тогда, а какой смысл там их оплатить, и если они выше, если они там вот так, на ветер пускаются. – Ну, да, но, может быть, вам тогда как-то в политику самому двинуть, насколько известно, вот вам же предлагали быть президентом, баллотироваться? – Вы знаете, это, конечно, очень приятно было, но я такой человек, если я, я не говорю никогда, не секрет. – Никогда-никогда. – Да, никогда-никогда, но на данный момент мне год назад торгово-промышленная палата члены избрали на второй срок, на три года, год прошел, два года осталось, я, ну, я хочу, и тем более торгово-промышленная палата, ну, мы тоже, как вы, и в политике, да, и мы вот занимаемся тем, чем занимаемся. Ну, жизнь, ну, посмотрим, как будет жизнь идти вперед. – То есть вы так не отказываетесь от этой мысли? – Ну, вы знаете, я думаю, что, понимаете, мне не важно эти как погоны или там, ну, как это, позиции, должности, мне важно что-то сделать, да, и должность – это просто средство что-то сделать. – Средство быстрее сделается, это же многие используют такие вещи. – Ну, там есть один нюанс, да, чтобы, ну, как, формация торгово-промышленной палаты у нас члены выбирают президента, да, голосование, ну, там я понимаю математику, я там доказываю, я иду на выборы, члены выбрали, все, а президенты страны выбирают парламент, да, и что? – Ну, да, ну, там надо просто понимать, если математика и… – Я прагматик, да, там можно пойти, там я буду кандидатом, там это самое, ну, если там большинство приняли, что будут отбалстыть поддерживать другого, они там, ну, смысл, ну, в том-то и дело, да. – Ну, хорошо, а если бы не было ясно? – Я скажу так, моя позиция очень простая, если, понимаете, сейчас на данный момент, пока экономика растет, там, 5%, и, ну, вообще то, что мы видим этим процессом, обществу, как бы вообще, ну, сейчас экономика даже интересует, может быть, меньше, потому что, как бы, жизнь плюс-минус идет вверх, да, – Более-менее неплохо, да, люди чувствуют, да, и, как бы, всем, ну, там, можно делать вещи не столь эффективно, не столь так. Если будет ситуация посложнее, то я готов, я готов тогда, да. – Если бы сейчас вот так не прорисовывался, очевидно, кандидат, господин Левиц, который уже, в принципе, уже заручился поддержкой коллекции, вы бы выдвинулись? – Не, ну, дело в том, что тут в этом процессе, я думаю, не столь важен, может быть, там, ну, конкретная фамилия, ну, то, что, мне кажется, очень не хватает, да, о чем и многие говорят, дискуссии, да, вот какие идеи, да, и потому что всегда, вот тоже, когда есть выборы, там, президента Америки, да, там какие-то позиции, ну, общество может следить, там, один приходит с позицией такой, другой с другой позицией, да, и тогда есть какой-то, ну, какой-то выбор, да, тогда, а тут как-то немножко по-другому. – Хорошо, а если вот так брать вообще бизнес, почему как-то бизнес всегда жалуется на политику, на политиков, на то, что они их не понимают, но как-то не видно желания особого идти туда, и вот самим, допустим, встать и управлять, может быть, как раз было бы это и неплохо, ну, кроме одной партии, вот когда Шлессерс создал, там, допустим, когда всех бизнесменов собрали. – Нет, ну, нет такого, что это и в мире, и у нас, нет такого, что мы на все жалуемся, ну, есть многие хорошие вещи. – Нет, ну, я имею в виду даже обоснованную, почему бы нет. – Это, ну, это, понимаете, понимаете, понимаете. – Принять законы, которые необходимы для развития. – Да, есть в любом обществе, есть социальные группы, да, и социальные группы предпринимателей, да, она, ну, она маленькая, но она, поскольку зарабатывает и платит налоги, и создает рабочие места, она конструктивная такая, ну, прагматичная, да, и, ну, потом мы тоже защищаем свои интересы. Ну, то, что мы видим, если мы посмотрим все политические партии, и там есть предприниматели, да, ну, я думаю, что самое все-таки такое, ну, правильное, может быть, идти в политику от бизнеса, ну, уже в такой, может быть, стадии, когда уже, ну, этот цикл пройден, да, и потому что если, ну, я даже на себя смотрю, вот, там, не знаю, президент страны, там, ну, если в то же время у тебя есть бизнес, там, конфликт интересов, там многие такие вопросы сразу, да, и со стороны общества, ну, и как это все, а тогда ты, когда уже такой уже все, этот бизнес, ну, этот посмус уже пройден, да, там, или, или там детям оставил или продал, тогда, ну, более-более это все, ну, более прагматично и негде там находить интересы, потому что на таких ролях должны быть люди, которым нет никаких, ну, каких-то боковых давлений, да, чтобы можно было принимать решения, которые только на развитии общества и страны. Пишет нам в WhatsApp, здравствуйте, локомотивы и заводы, это здорово, а почему не поддержать мини-бизнес, когда человек сам себя и свою семью кормит, плюс немного в бюджет отдает. При небольших и стабильных налогах люди сами предпринимательством займутся, а на завод в регионе еще найди работников, да и покупатели этого товара, цена производства тут дороже Китая. А мы поддерживаем, мы поддерживаем, если мы посмотрим исторически, что, то тогда этот микроузне Амнодоклс, это продукт торгово-промышленной палаты, и мы именно разработали этот продукт во время кризиса, и мы все время, и до сегодняшнего дня, в принципе, боремся с разными идеями это все закрыть, да. Ну, министр финансов, в общем, какая-то побеждает, что их хотят закрыть. Министр финансов уже высказался о том, что это пятая нога, там, на заводах. Ну, высказался, но на данный момент микроприятия работают, да. Но ставка продолжает повышаться. Ну, да, ну, это, ну, дело в том, что мы позиции отстаиваем какие-то, да. А, ну, я даже опять смотрю так, это было, мне кажется, два или три года назад, когда было, ну, там тоже была идея вообще там закрывать, и тогда, ну, был такой организован митинг на Думской площади, перед парламентом, скажем. Ну, я там тоже пошел, как, ну, как руководитель. Ну, там собиралось, собралось там около 100 микробизнесменов. Понимаете, надо за себя бороться. Если мы это не будем делать, то придут правители и от нас все заберут. Надо за себя бороться. И на данный момент, да, у нас и члены, и в палате есть и большие компании, есть и микропредприятия, и мы стараемся находить этот баланс там. Ну, что, на этом мы заканчиваем. Президент торгово-промышленной палаты Айгар Ростовский сбыл на студии. Спасибо вам большое, удачи. Спасибо, что пригласили. До свидания.